Это три факта. Первый факт, один из фактов, это техника. К технике относятся речевые установки, ритм, громкость, речь, интонация, пасы, движение, пасы, прикосновения, поглаживания, удары, тычки, вдохи, выдохи, задержки, дыхание, фокусировка взгляда. Это техническая часть. Техническую часть надо отработать до автоматизма, освободив сознание от контроля над ней. Тогда мы сможем отключить мысленное воздействие. Если я обучаюсь в вождении автомобиля, обучаюсь, я сейчас думаю, мне надо, видать, нажать этот ключ, и кто-то меня сбивает, что-то спрашивает, ты отставь, потому что я думаю, все здесь. Но когда я довел до автоматизма, научился из информации в ход сознания, и я сижу с этим товарищем, спорю, ругаюсь, разговариваю, а все автоматически выполняется, и дорогу контролирую, и все переключаю. То есть подсознание. Так вот нам техническую часть надо отработать, чтобы сознание было совершено для... Второй фактор. Ментальное воздействие. Ментальное, то есть мысленное воздействие. В момент гипнотизации мы должны удерживать концентрацию внимания на динамичной мысли, форме образа достижения. К примеру, сидит пациент, и вот в итоге нашего воздействия, в какой он мысли окажется, у него закроются глаза, и... Закроются глаза, и... И вот мысленным взором, я техническую часть говорю, всякие, удобно расслабься, четче расслабиться, ноги расслабились, да, смотри мне в санц בהлаторик, Mansion, ты почувствуешь, так, потом до фаса делаю, и подхожу. А мысленно я представляю, удерживаю, что у него глаза закрылись, голова на голову помыть, глаза закрылись, голова на голову, на голову. Повтор. Вот то, что хочу добиться. Глаза закрылись, голова на голову. Мысленное воздействие. Далее, третий фактор, это получается два в одном, техническое и мысленное, два в одном, но мысльное тогда выложим, когда технику отработает до автоматизма. Дальше, третий фактор, энергетическое воздействие, на подобное состояние я его погушаю, в каком я состоянии должен сам быть? Я сам должен находиться в состоянии парадоксальной фазы, в состоянии парадоксальной фазы мы, каждый из нас, переживал неоднократно, Это часто бывало, это состояние можно назвать ненародным языком, будет понятно, борьба со сном, лежим в постели и хочется досмотреть фильм, или там, в болт, и вот уже все спит, уже ты спишь, ты борешься со сном, уже глаза, уже ты эпизодами проваливаешься, раз, но хочется досмотреть, вот это состояние парадоксальной фазы. В момент гипнотизации техническая часть, ментальное воздействие и состояние, в котором мы должны находиться, мы должны находиться в состоянии парадоксальной фазы. Получается три в одном. Кофе, сливки, сливки. И вот это все, и это все, четко отработав, даем конкретный результат, то есть как неизбежная психофизиологическая ответная реакция. Ну, уровень гипнотизации разный, кто-то легкий, погружается в состояние, кто-то погружается в глубокие гипнотизации. Также третья ступень, когда мы обладели способностью моделировать информацию. Когда мы в разные какие-то ситуации жизненные, которые часто с нами встречаются, у нас есть заготовленные шаблоны, и ты попал в эту ситуацию, и тебе не надо придумывать ничего. А у тебя есть уже заготовка наизусь выучена, а человеку, ему непонятно, что это наизусь, это же не в стихотворной форме, это проза, ты говоришь, неизвестно. Поэтому, и также я...